Румынская или мёртвая тяга это одни из лучших упражнений для ягодиц и задней поверхности бедра. Конечно, если вы его не испортите. А испортить это упражнение можно много где. Но моя задача помочь вам убедиться в этом. И начнётся она прямо здесь, с хвата. Насколько широкий он должен быть? Потому что если он будет слишком широким, то вы потеряете возможность сокращать мышцы ягодиц, что является ключевым фактором для того, чтобы штанга оставалась в нужном месте. Как вы увидите через мгновение. Но если мы поставим руки слишком узко, то они просто будут мешать движению штанги. Итак, вам нужно, чтобы руки были чуть больше ширины плеч. Чтобы у вас были хорошо задействованы широчайшие. Но здесь подъём не самое главное. Потому что это упражнение не для того, чтобы поднимать и опускать штангу. А это упражнение для того, чтобы двигать тазом вперёд и назад. Но прежде чем мы начнём это делать, вы должны подумать о трёх составляющих этого движения. Ногах, груди и ягодичных. Что касается стоп, то вам нужно подумать о том, как ухватиться за землю пальцами ног, чтобы обеспечить полный контакт стопы с землёй. Потому что во время выполнения упражнения, вам может показаться, что вы падаете назад. Поэтому ухватиться за землю пальцами ног, ключевой момент для сохранения равновесия. Просто подожмите пальцы ног. Вот и всё. Далее необходимо установить правильное положение позвоночника. И сделать это возможно под двумя разными углами. Первый – это грудная клетка. И не просто думайте о том, чтобы отвести плечи назад. А думайте о том, чтобы поднять ключицы вверх. Только не поджимайте трапеции. То есть, делайте грудь колесом, чтобы действительно скорректировать грудной отдел позвоночника. И предотвратить его чрезмерное сгибание. Вторая вещь – это ваши ягодицы. Если вы сожмёте их в этом положении, вы не только будете делать, что нужно в конце каждого повторения, но и фактически защитите нижнюю часть спины от травм. Но убедитесь, что вы делаете всё это вместе. Если вы просто фиксируете бёдра, а не грудь, вы будете делать задний наклон и постоянно травмировать нижнюю часть спины. Если вы зафиксируете только грудные, но не таз, то штанга будет немного смещаться вперёд перед вашим телом. И фактически задаст вам неправильное выполнение упражнения. Чтобы сделать всё правильно, нужно делать всё движение синхронно. Ну а теперь вы готовы к главной особенности этого упражнения. Важно отметить, что любая погоня за новой мышечной массой должна быть подкреплена правильным питанием. Если вы ищете высококачественный протеин, то наш протеин от Добромильфит Нутришн содержит 30 грамм высококачественного сывороточного протеина на порцию. Это лидирующее количество в отрасли среди российских брендов. 30 порций в пакете, что делает его эффективным и экономичным способом получить своё. Кроме того, на сайте Добромильфит Нутришн вы найдёте ещё множество самых незаменимых позиций спортивного питания для тренировок и жизни. Бесплатная доставка по всей России при заказе от 7 тысяч рублей прилагается. Переходите на сайт Добромильфит по ссылке в описании и заливайте только качественное топливо для своих тренировок. Напомните, я говорю, что упражнение заключается не в том, чтобы поднимать штангу прямо вверх и вниз, а в том, чтобы двигать тазом вперёд и назад. Этого можно добиться только с помощью правильного положения таза и бёдер. Для тех, кому сложно понять, что это такое, возьмите свои руки и положите их вдоль паховой складки вот здесь. И ваша задача – просто попытаться спрятать мизинцы. Другими словами, наклонитесь назад, пока они не окажутся соложенными между нижней частью живота и верхней частью бедра. Если вы почувствуете этот контакт с обеих сторон, значит вы правильно держите бёдра. Ну а другой более простой способ сделать это, если вы не знаете, как это почувствовать, встать перед выдвинутым ящиком и попытаться закрыть его своими ягодичными. Теперь, когда вы делаете это, вы должны обратить внимание на две вещи – положение вашего таза и траекторию движения штанги. Что касается таза, то вам нужно бороться за передний его наклон, когда вы опускаете штангу вниз. Это означает, что вы наклоняете или почти выливаете кувшин с водой. Если вы представите свой таз в виде кувшина с водой, вам нужно вылить его перед собой. И причина, по которой вам нужно сделать это – двоякая. Во-первых, когда мы опускаемся вниз, борьба за это положение предотвращает сгибание поясничного отдела позвоночника. Таким образом, позвоночник будет находиться в более безопасном положении. При том, что немаловажно упражнение максимально растягивать заднюю поверхность. Помните, что это гипертрофированное упражнение на растяжку для ягодиц и мышц задней поверхности бедра. Если вы позволите штанге начать смещаться в задний наклон, вы лишите их преимущественной части растяжки. Что касается траектории движения штанги, то вам нужно, чтобы она двигалась прямо вверх и прямо вниз. Единственный способ добиться этого – позволить штанге скользить по вашим бедрам на пути вниз и на пути обратно вверх. И если вы будете отставлять штангу вперед, это приведет к совершенно другой траектории движения штанги, которая, скорее всего, искривит вашу осанку. И ваша поясница просто прогнется от неправильного выполнения упражнения. Далее, а как далеко вниз вы опускаетесь? А это уже зависит от степени гибкости вашего подколенного сухожилия. Помните, что это определяется только способностью сохранять небольшой передний наклон таза в нижней точке. Потому что даже если я делаю все правильно и дохожу до положения колен, ну а чтобы опуститься немного ниже, тогда мне нужно позволить своему позвоночнику, поясничному отделу прогнуться под ним. Это вторая большая ошибка. Потому что в любой момент, если вы позволите этому случиться, вы поставите под угрозу безопасность упражнения и снова потеряете растяжку в процессе. Так что опускайтесь так далеко назад и вниз, как только ваш зад не сможет больше опускаться без ущерба для положения таза. Итак, вы почти у цели. Но осталось рассмотреть еще фазу подъема вверх. Помните, вы не поднимаете штангу вверх, не тянете. Вы толкаете штангу обратно к вершине бедрами. И когда вы делаете это, ваши ягодицы и задняя поверхность будут движущей силой упражнения, а не ваша поясница. Джефф, ну а что мне делать, если я хочу использовать гантели в этом упражнении? Потому что это отличная альтернатива, ведь не так ли? Вам нужно убедиться, что вы поместили их в правильное место. Если вы будете держать их перед телом, то скорее всего вы позволите себе отклониться немного в сторону. Опять же, нагрузка на поясницу. Но если вы держите их прямо по бокам, вам будет неудобно сохранять их положение при подъеме. Лучше всего расположить их под углом примерно 45 градусов и просто прижать руки к бедрам. Вы обнаружите, что это обеспечивает наиболее нормальное движение вверх и вниз и наиболее точно имитирует планку. Но если вы хотите узнать, как правильно выполнять такое отличное упражнение для передней поверхности бедра, как болгарский сплит приседания, то вам стоит посмотреть это видео. Надеюсь, вы нашли это видео полезным, ребята. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Ладно, ребята, до скорой встречи.